5 женских ошибок в отношениях с мужчинами. Мужчина мне должен принимать такой, какая есть. Должен любить меня такой, какая есть. Человека принимать таким, какой он есть, просто слепо, это невозможно. То есть ей кажется, что мужчина должен ее состояние минус превратить в плюс. И если лошадь сдохла, то самый лучший вариант в этом – это слезть с нее. И женщина своими стараниями пытается это как-то реанимировать, улучшить. И это происходит годами. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первая женская ошибка – это считать, что вы и мужчина – родные люди. Считать мужчину родным человеком, считать мужа родным человеком. Мужчина и женщина – не родные люди. Родня – это мама-сын, мама-дочь, бабушка-внучка, бабушка-внук, там дедушка и его дочь, его внучка, да? То есть это родные люди. Я понимаю, что у некоторых из вас сейчас может быть возмущение. В смысле? Потому что вы путаете. Близость. Ощущать себя близким возле другого человека – это тоже чувство, похожее на родство, да? Похоже на что-то родное. Но это не одно и то же. Вы можете быть с мужчиной близки. У вас с мужчиной могут быть общие цели, общие ценности, общие дети. Но это не делает вас родными людьми. И проблема в том, что многие женщины пытаются в отношениях сделать из мужчины родного, и отношения перетекают в форму созависимых и независимых отношений. Это когда женщина пытается с мужчиной слиться воедино. Или мужчины, да, есть, которые также себя ведут в отношениях женщины. И вначале, может быть, это прикольно и радостно, но потом, например, часто мужчине становится тесным в таких отношениях. Или потом мужчина превращается в такого, знаете, недовольного, ему все не нравится, и он избегает близости женщины. Поэтому, чтобы такого не происходило, да, близость важна. Но вы два отдельных человека, но вы разные, мужчина и женщина. Мужчина и женщина – это не одно целое. Муж и жена – это не одно целое. Вот ваши общие дети – это ваши, ваша родня, это ваши родные люди. Но мужчина и женщина – это не родня. Следующая женская ошибка в отношениях с мужчинами – это когда для женщины расставание с мужчиной неприемлемо. Она вообще не рассматривает такой вариант. И часто так себя ведут женщины, у которых есть страх одиночества, у которых низкая самооценка. Она чувствует себя более-менее нормально только когда есть кто-то рядом. А когда она одна, она не представляет жизни без этого мужчины. И хорошо, да, когда женщина борется, ну, как бы старается в отношениях, когда рядом достойный, нормальный мужчина. Да, но часто мы видим ситуацию, когда женщина борется за отношения с мужчиной, которому ничего в жизни не нужно, который живет за женские деньги, который употребляет алкоголь, который тиран, абьюзер, который унижает женщину, унижает самооценку женщины, срывается на детей. И женщина своими стараниями пытается это как-то реанимировать, улучшить. И это происходит годами. Ничего не меняется, но она все равно продолжает надеяться на что-то большее. И, конечно же, она это все говорит, потому что я люблю этого мужчину, или как же дети будут без него жить. На самом деле там самый большой страх – это страх одиночества, страх остаться одной. Потому что если я одна, мне очень некомфортно, страшно и тревожно. Вы должны понимать, что здоровый человек, он понимает, он не в смысле планирует так, он допускает такую вероятность, что на каком-то этапе мы поймем, что наши пути расходятся. И здесь смертельного ничего нет. И если лошадь сдохла, то самый лучший вариант в этом – это слезть с нее. Я сейчас не призываю, что те, кто в плохих отношениях находится, вам нужно срочно бросать мужчин. Просто должна быть какая-то мера. И нередко наилучшим решением в отношениях может быть именно расставание. Следующая женская ошибка в отношениях – это слепо следовать мужским указаниям, мужским правилам, мужским решениям. Знаете, это когда женщина ведет себя как дочка. Не в смысле как девочка. Есть состояние девочки, умение быть довольной, радостной. А есть поведение, мышление, эмоциональная связь с мужчиной, как папа и дочь. Так вот, да, наверное, в позиции дочери и реально биологического отца, там, наверное, да, в детстве дочь следует каким-то правилам, которые устанавливают родители. Но с мужчинами, да, может быть, вначале это интересно, весело для каких-то женщин, но потом есть опасность, что это может превратиться в тиранию, в абьюзивные отношения. И в нормальных отношениях правила, принципы, они вми обсуждаются совместно. Не в том смысле, что спорим мы с друг другом, воюем за какие-то правила. А это происходит по обоюдному решению, обоюдному обсуждению, а не слепому следованию тому, что говорит мужчина. Следующая женская ошибка в отношениях, это убеждение, что мужчина должен любить безусловно. Я есть, какая есть, мужчина меня должен принимать такой, какая есть, должен любить меня такой, какая есть. И вначале действительно так происходит. Кажется, что так происходит. Мужчина говорит, я тебя увидел, влюбился, я понял, что ты та женщина, о которой я мечтал. То есть, получается, а женщина особо для этого и не старалась, да? И кажется, о, классно. Но в начале, во время конфетно-букетного периода это замечательно. Но дальше оно так почему-то не работает. И тоже часто происходит такое, когда женщина, она как бы говорит, меня, пожалуйста, вы принимайте такое, какая есть, дорогой мужчина, да, люби меня. А я тебя буду исправлять, а я тебя буду рихтовать, а я тебя буду корректировать. Так вот, если вы хотите, чтобы вас принимали такими, какие вы есть, ответьте себе на вопрос, а я сама принимаю моего мужчину таким, какой он есть. Либо вообще в целом мужчин. И, скорее всего, вы обнаружите, что человека принимать таким, какой он есть, просто слепого. Это невозможно. Это мать может принимать ребенка, или родитель может принимать ребенка таким, какой он есть. Родитель должен давать безусловную любовь. В отношениях, к сожалению, так не работает. Если ваш мужчина перестанет ходить на работу и ляжет на диван, вы его разве будете любить? Вы его будете уважать и любить? Ну, вряд ли, правильно? Или если вы потолстеете в два раза, да, там, наберете вес, во что мужчина будет так же любить, просто так, как и если вы весили, ну, столько же, когда он вас встретил? И таких примеров масса. И поэтому любовь это любовь, это прекрасно, это важно, но при этом есть некий взаимообмен в отношениях. Есть, когда партнеры, вложение партнеров в отношениях, есть закрытие потребностей партнеров. Поэтому большая женская ошибка в отношениях требовать от мужчины безусловной любви. Точно так же, как и мужская ошибка в отношениях требовать от женщины, чтобы она любила его таким, как он есть, просто так. От мамы, может быть, это можно было ожидать этого мужчине, но не от жены или же любимой женщины. Пятая женская ошибка в отношениях, это ожидать, что мужчина должен дать нечто, то, что у нее находится в состоянии минус. То есть, если женщине тревожно, она думает, что мужчина должен избавить ее от тревоги, да. Или же ей одиноко, значит, мужчина должен избавить, прийти мужчина, любовь и отношения должны избавить от одиночества. То есть, ей кажется, что мужчина должен ее состояние минус, да, превратить в плюс. Да, мужчина должен быть мужчиной, да, скажем так, я считаю, что обеспечивать женщину, там, давать ей любовь, заботиться. Но важно понимать, в каком вы находитесь как женщина в состоянии. Если эта женщина в состоянии минус, в состоянии страданий, внутри там просто все ужас-ужас, и тут приходит мужчина, это дает. Рано или поздно ему надоест утолять этот голод, женский голод. Либо женщина понимает, да, во мне это есть, я это прорабатываю, или сейчас у меня это находится в норме, и мужчина это для дополнительного удовольствия, а не для спасения меня. Потому что, если женщина ищет мужчину как спасателя, значит, она находится в позиции ребенка, который ищет родителя. Если женщина рассматривает мужчину, выбирает мужчину как дополнительное удовольствие в своей жизни, это более вероятно, что женщина находится на равных в отношениях с мужчиной. И тогда больше вероятность, что женщина построит здоровые и гармоничные отношения без перекосов и ухода в крайность. Если вы хотите более подробно разобраться, как прокачать себя как женщину, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор. Если вы хотите понять, как это сделать легко, не тратя много на это времени, не тратя на это много лет или месяцев на какую-то свою трансформацию. Если вы хотите пойти по наикратчайшему пути к тому, о чем вы мечтаете в отношениях, тогда прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатные вебинары. Мужчина, честная инструкция по применению без драм и манипуляций. Где эти и другие вопросы, мы разберем максимально подробно. Если видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok